Отправляясь в дальний путь, не сильнее дорога, но про знаки не забудь, и про свет опоры. Первый день лета для воспитанников Кумертаусков детского дома запомнится надолго. В рамках Международного дня защиты детей в детском учреждении состоялось открытие учебно-игрового комплекса «Автогородок». Площадка, оснащенная элементами городской дорожной сети – отличная возможность обучения правилам дорожного движения в процессе игры, отметил глава администрации города Кумертал Борис Беляев. Сегодня мы в детском доме в Маячном открыли очень прекрасную, хорошую площадку детскую под названием «Автогородок». Она была создана благодаря благотворительному фонду «Обнаженные сердца» Натальи Водяновой. Конечно же, при содействии вертолётов России, при содействии Кумертаусского авиационного завода, при содействии наших муниципальных предприятий. Очень хороший и на самом деле прекрасный подарок для детей детского дома. Это можно сказать, что они теперь входят во взрослую жизнь, будут изучать правила дорожного движения. Но это ещё одно яркое, красивое место, где детишки могут проводить своё время. На торжественном открытии присутствовала делегация гостей. В их числе заместитель министра образования Филиус Миназов. Он отметил уникальность Кумертаусского детского дома среди 16 аналогичных учреждений республики. На территории городского округа Кумертау очень многое делается для помощи детскому дому. Вот яркий пример. Мы сегодня будем присутствовать при открытии «Автогородка», который это событие состоялось благодаря тому, что детский дом окружают люди, которым не имеют различные проблемы детей-серот. Представитель холдинга «Вертолёт России» Юлия Скалецкая, в свою очередь, отметила работу воспитателя детского дома и поделилась впечатлениями о городе. Прекрасный город, очень улыбчивые, светлые люди, отзывчивые. Ранее позитивное впечатление. И педагоги, которых мы видели в доме сирот, и здесь то, что мы видим, да, удивительно, дети заряженные, хотят творить. Чудесный город, очень нравится. В этот день для воспитанников детского дома было приготовлено множество сюрпризов. Пять новеньких веломобилей пополнили автопарк детского учреждения. Также для детей было поставлено театрализованное представление с участием инспектора дорожных движений и персонажей из мультиков. Они на своем примере показали, как не следует вести себя на проезжей части, и познакомили ребят с дорожными знаками. По окончанию мероприятия воспитанников детского дома порадовали праздничным салютом и сладкими угощениями. Далее делегация гостей посетила Центр детского творчества, где ознакомилась с работой Центра дневного пребывания. Для гостей из Москвы в лице представителей холдинга «Вертолета России» был представлен проект будущего детского технопарка «Кванториум». Акционерные общества планируют выступить партнером на расширении открытия парка. Сегодня был представлен проект будущего детского технопарка. Это каворкинг, зона общения для детей и создание новых проектов. Это промышленный дизайн, где дети будут разрабатывать новые какие-то проекты, арт-объекты, которые можно будет создавать в нашем городе. Также была робототехника, актуально развивающаяся среди детей. Это сборка роботов, программирование их. Следующие, конечно, это у нас авиамоделирование или аэроквантум. По окончании экскурсии гостей ознакомили с ходом строительства ледовой арены «Сапсан». Ульгна Сакаева, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».